Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Большая стройка на высоком берегу. Какая судьба ждет галечный пляж «Высокий берег» и каким он будет после реконструкции? Неделя мужества. Сотрудники управления МВД призывают молодежь вступать в ряды тех, чья служба и опасна, и трудна. Танцевальное шоу устроили танцоры клуба «Лонопарк» в честь 19-летия коллектива. К нам в редакцию поступили звонки от встревоженных анапчан, которые рассказали, что в районе пансионата «Малая бухта» идут строительные работы на галечном пляже и при этом наносится ущерб окружающей среде. Что за строительство и на самом ли деле может пострадать природа? На месте выясняли наши корреспонденты. Еще совсем недавно береговая линия в этом районе была свободной для прогулок и отдыха. Теперь же этот берег стал строительной площадкой. Как только начались эти работы, на место выехали специалисты муниципального контроля. Данная информация о том, что ведется самовольное строительство, производится отсыпка береговой полосы грунтом, подтвердилась. В связи с чем было составлено соответствующее обращение, письмо в компетентные органы, приложен весь пакет необходимых документов для принятия мер в рамках компетенции. Сегодня новое руководство города опирается в своей работе на главный принцип. Документы должны проходить все инстанции без проволочек. Устраняется главная причина самостроя – административные барьеры. Самовольное строительство – это тема довольно проблематична на территории города-курорта Анапа. И связана, вероятно, была с тем, что получить, как я уже не однажды говорила, в установленном законном порядке разрешительную документацию было довольно сложно. Но за последние два месяца должна отметить, что увеличилось число обращений за разрешениями на строительство, за оформлением соответствующей необходимой для организации строительства и осуществления документации. Это радует. В то же время не все, вероятно, услышали, что администрация города повернулась лицом к заявителям, к этой теме. Никаких искусственных препятствий для получения необходимой документации нет. Организации, которая занимается расширением пляжа в районе пансионата «Малая бухта», предстоит все-таки получить полный пакет документов для этого строительства. Экологической же стороной проекта занимаются профессионалы, дающие на данный момент положительные заключения. Защита берега была актуальна и в 80-е, и в 90-е годы, когда и был разработан этот проект. А сегодня, с учетом увеличения потока туристов, это стало просто необходимым. Это было крайне важно и необходимо, потому что на отдельных участках высокого берега, особенно вот здесь, это наиболее показательно, где породы, слагающие коренной берег, наиболее малопрочные, и берег здесь разрушается с наибольшей скоростью. Поэтому сооружение пляжа в те времена, в первую очередь, должно было не только дать городу дополнительно, так сказать, акватории и территории пляжа, но и защитить берег от разрушения. Сейчас эти работы продолжились. В итоге по проекту должен получиться такой современный рекреационный береговой комплекс, который выполнит сразу две задачи – предотвратить дальнейшее разрушение берега и сделает это место более привлекательным и удобным для туристов. Кроме этого, мы здесь видим, что предполагается использование этого участка круглогодично. Насколько мне объяснили, в общем-то, вот это сооружение предназначено для того, чтобы здесь организовать зимний солярий зимним подогреваемым бассейном. В общем-то, я считаю, это тоже, так сказать, не повредит ни берегу, ни нашему курорту, а является крайне необходимым тоже элементом для расширения наших возможностей рекреационного использования береговой зоны моря. Владельцы соседних гостиниц, располагающихся в этом районе, тоже очень довольны. Благоустройство этого пляжа ждали долго. Я являюсь соседом, гостиница у нас маленькая, в общем-то, но то, что здесь делается, мы очень благодарны и, в общем-то, довольны, как соседи, руководству Малобухты, что они здесь делают. Посмотрите сами, мало того, что они ублагостраивают пляж этот, раньше здесь был дикий, они укрепляют береговую линию вот здесь вот, чтобы камнепада не было, понимаете. Здесь пуст такой стал оккультуренный, культура, можно ходить уже без боя с ней. Это все для людей делается. У меня гостиница небольшая, но люди здесь пользуются пляжем, они бесплатно ходят, все как нормально. И здесь местные люди ходят точно так же. Единственный вопрос, который остается открытым, это как ведется строительство. Ведь действительно земля и глина попадают в море. Но провести такую работу и не испачкать руки, говорят строители, просто невозможно. Главное, чтобы ущерб был незначительный. Я вижу, что в данном случае те, кто выполняет работы, они что могли в этой ситуации сделали по максимуму. То есть они предварительно выбрали тот момент, когда погода наиболее благоприятствует проведению работ. Для этого мне показали, как с помощью программ компьютерных и прогнозов определялся этот момент времени. Вот далее была подготовлена техника, были подготовлены материалы, была отлита вот эта стенка, которая является частью берегоукрепления и частью, так сказать, сооружения галечного пляжа. Объективную оценку этому проекту дадут уже этим летом тысячи отдыхающих инопчан, которые смогут бесплатно отдыхать на новом пляже. Но это не отменяет необходимость провести все разрешительные документы на строительство в полный порядок уже сегодня. Вадим Родин, Александр Каленевский, Анапа, Регион. Главное управление МВД России по Краснодарскому краю ежегодно с 15 по 23 февраля проводит акцию «Неделя мужества», целью которой является патриотическое воспитание молодежи, призыв в органы внутренних дел. О тех, чья служба и опасна и трудна, старшеклассникам 6-й общеобразовательной школы рассказали помощник начальника отдела МВД России по городу Анапа подполковник внутренней службы Сергей Лемешкин и член общественного совета при отделе МВД России по городу Анапа Петр Тукбаев. Профессия полицейского сопряжена с постоянными физическими и психическими нагрузками, полна опасностей и риска, говорит помощник начальника отдела МВД России по городу Анапа подполковник внутренней службы Сергей Лемешкин. Когда произносит слово «полиция», подразумевается, прежде всего, борьба с преступностью. Ловить преступников – это лишь часть полицейской деятельности, но есть и другая – не менее трудная и не менее важная задача – предотвращать преступления. Главное преимущество – быть нужным людям, помогать и защищать их. Для тех, кто решил пойти в службу полиции, быть защитником правопорядка, необходимо профессиональное юридическое образование. Сергей Алексеевич назвал вузы системы МВД. «Краснодарский университет МВД в городе Краснодаре, его филиал в городе Новороссийске, Ростовский юридический институт, город Ростов, Волгоградская академия МВД. Это учебное заведение Юга России». Опытом своей работы с ребятами поделился в прошлом начальник УВД по городу-курорту Анапа, ныне член общественного совета при отделе МВД России по городу Анапа, Петр Тукбаев. Он отметил, кто-то выбирает эту профессию сразу после окончания школы, а кто-то уже в процессе полного взросления и становления личности. «Самое интересное, я никогда не хотел служить в милиции. Парадокс. И в жизни, кстати, часто так бывает. Человек в процессе взросления, мужа, проходит время, и осознаешь, что-то в обществе меняется, и люди приходят на службу в органы внутренних дел». «Стражи правопорядка» отметили, те, кто решили поступать в учебные заведения системы МВД, должны позаботиться об этом уже сейчас. Нужно обратиться в отдел МВД России по городу Анапа в кадровое подразделение, где абитуриенту предоставят полную информацию для поступления, подготовят необходимые документы». Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-регион. И вновь продолжается бой. Управление ЖКХ с мусором на улицах курорта. Санитарные рейды в Анапе уже стали традиционными. Проходят они и днем, и ночью. И почти каждый обход улиц выявляет нарушителей. В последнем рейде сотрудников управления ЖКХ и полиции приняла участие наша съемочная группа. 6.30 утра. На улице еще темно. Но даже в такой темноте можно разглядеть горы пакетов с бытовыми отходами, образовавшиеся вдоль центральных улиц. Многие пакеты с мусором появляются здесь ранним утром. Некоторые же ждут своей утилизации с вечера. И с этой антисанитарной ситуацией постоянно борется управление жилищно-коммунального хозяйства путем разъяснения жителям о правилах утилизации бытовых отходов. Но для этого нарушителей приходится ловить за руку. После непродолжительного разговора мужчина занес пакеты во двор. Буквально через 100 метров снова нарушитель. Сотрудница гостевого дома Каравелла также выносит мусор на муниципальную землю. На каком основании? На муниципальную территорию? Зачем вы поставили? Машину что вы поставили? Какую машину? А что вы за себя не держите? Разговор продолжился уже в гостинице, где на нарушителе был составлен протокол. Но что самое удивительное, в помещении стало ясно, что чистотой руководства не пренебрегает. Даже на стене висит благодарность за образцовое содержание территории. Так что есть надежда, что впредь сотрудники гостиницы будут соблюдать порядок. К порядку приучили и девушку, спешающую на работу, которая по пути оставила пакет с мусором на газоне. И она тут же исправила ситуацию. А эта женщина никак не хотела соглашаться с представителями администрации и пыталась доказать свою правду. Но не хватило аргументов. Вы свой мусор выносите в машину. Вот так, в специализированную машину. Вот это называется захламление муниципальной территории. В ходе рейда был составлен не один протокол. Нарушителей по-прежнему много. Кроме бытовых отходов, на обочины дорог складируют и строительный мусор, что крайне недопустимо. Ведь утилизация крупногабаритного мусора производится по другой схеме. Для этого нужно заказывать спецтранспорт, иначе штрафа не избежать. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-регион. В городском театре Анапы состоялся праздничный концерт девятикратного чемпиона мира клуба танцевального спорта «Лунапарк». Шоу было посвящено 19-му дню рождения «Лунапарка». И что символично, концерт прошел 19 февраля в 19 часов. Постановки, которые будут бороться за право и дальше представлять Россию на чемпионатах Европы и мира, стартуют по традиции в день рождения. «Лунапарк» была представлена концертная программа, в которой зрители смогли увидеть 19 премьерных номеров. «Легенда о Фениксе», «Черный ворон» в постановке старшего состава, «Ночные страхи», новый номер юниоров и многие другие композиции в стиле танцевального шоу, модерна, джаза, уличного танца. В программе концерта были как сольные номера начинающих исполнителей, так и массовые постановки. Всего концерт состоял из более 30 номеров, и среди них были особенно полюбившиеся поклонниками коллектива. Выпускникам «Лунапарка» были вручены дипломы образца танцевального совета ЮНЕСКО их бессменным руководителем коллектива Виолетой Кабановой. Она является идейным вдохновителем, автором постановок, тренером и заботливой второй мамой, как о ней говорят танцоры коллектива. Мы учим детей состраданию, любви и пониманию действительности, тому, что в жизни есть зло, есть добро и есть еще вы, человечек маленький, который обязан бороться и обязан выбрать всегда сторону добра. «Лунапарк» уже совсем скоро расскажет нам новую невероятную историю про русалку. Следующий концерт под названием «Тень океана» будет снова премьерным. Новая танцевальная программа должна удивить гостей и жителей города-курорта Анапа. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Далее информация о погоде на завтра и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до понедельника. Всего доброго и до свидания. В пятницу 22 февраля в Анапе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в дневные часы плюс 8-10 ночью около 5 градусов по Цельсию. Ветер восточный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 4 градуса выше нуля. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувства прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются, подарки остаются. Дарить чувства – «Меркурий-2» 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 Продолжение следует...